Зеленская хендмейт Уже, наверное, где-то третий день я наблюдаю то, что температура явно-явно-явно ниже 10 градусов. Примерная температура сегодня утром была, наверное, градуса 4. Соответственно, ночью она была, наверное, 0, а может быть даже и минус. Осень, 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 осень. Приближается все ближе и ближе к нам. К сожалению, все теплые деньки, я так предполагаю, уже ушли и не вернутся. Так что мы мерзнем. Я вчера в инстаграме, в сторис уже делала публикацию о том, что ну где это видно, что в квартире города у человека стоит, у людей стоит обогреватель, у которого сидит греется кот, потому что он без шерсти. Ему, естественно, холоднее, как говорится, всего. Но, в принципе, изначально я поставила обогреватель в комнату, потому что мы все вот на выходных, то есть нас трое, мы тусуемся в одной комнате. Тимофей у себя в комнате не тусуется, мало проводит времени. И нам, скажем так, просто-напросто холодно. Я не знаю, какая температура сейчас вот в комнате. На кухне вообще просто такая холодрыга, потому что здесь большие окна. Вот, и, естественно, весь холод, наверное, сквозь стекла просачивается. Ну ладно, это на самом деле болтушки, болтушки. На улице очень-очень холодно. Я даже сегодня не сняла, не сделала, вернее, никакую фотографию, не сняла какого-то видео, потому что у меня руки сразу просто замерзли. Хотя я прошла там совсем-совсем чуть-чуть, выйдя из дома. Вот, когда же включат отопление, я не знаю. Сижу, короче, я и мерзну, 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 мерзну. Надо сидеть в свитере, ходить дома в свитере. Можно даже в колготках, можно в джинсах, в теплых носках и в чем-то таком, потому что действительно, ребят, очень холодно. Когда же, наконец-то, включат отопление. Ладно, вот так вот началась моя рабочая неделя и вот так вот закончились и выходные. Закончились холодом и рабочая неделя началась точно так же холодом. А сегодня я вам буду показывать два финиша этой осени. Но это, значит, смотрите, это два финиша осени, это номер один. Еще будут финиши осени номер два. Но эти уже финиши будут относиться непосредственно. И будет снято видео только о моей барной коллекции. И вот в этом видео буду показывать то, что я отшила осенью. То есть это уже будет, скажем так, вторая часть номер два. А сегодня я вам покажу кое-что другое. Финиши, ну, финиши маленькие. Чего говорить, малюсенькие, малюсенькие. Когда вообще можно будет дождаться то, что Лена финиширует с каким-нибудь таким хорошим, большим набором? Это огромный-огромный вопрос. Я думаю, вы все уже об этом, скорее всего, знаете. Что я вам хотела бы показать? Ну, конечно, начну я с того, что покажу вам свой замечательный рукодельный дневничок. Напоминаю, я обклеила его всякими наклеечками, которые мне прислали в подарок из магазина Пчелка. Ну, можно сказать, да, магазин, магазин Пчелка. Группа находится ВКонтакте, в Инстаграме. Кошмар какой. Вот, я наклеила наклеечки, а муж мне уже всю обложечку, вот, кстати, видно, обклеил обложечкой. Но она вообще изначально покупалась для учебников в школу Тимофея. Ну, очень удобно. По крайней мере, я думаю, что этот рукодельный дневничок не будет портиться, не будет грязниться, ничего. Вот, я, как обычно, сюда смотрю, потому что, на самом деле, память у меня рассеянная стала. Смотрите, вы видите, как много всего у меня написано. Почерк у меня то хороший, то плохой. Все зависит от той ручки, которая лежит у меня на столе. А у меня постоянно лежат какие-то разные ручки, потому что у меня кто-то стащит одну, я вытащу другую. В общем, писать не всегда. Вот это вот, кстати, все выделено. Это старты и финиши каких-то проектов. Но если их так много, это значит, я вышивала какие-нибудь маленькие наборчики. Давайте мы сейчас поговорим с вами о самом первом финише осени из такой серии, из такой группы, которая никак не будет относиться к алкогольной коллекции. Я уже говорила, что я буду снимать видео по своей алкогольной коллекции, скажем так, отдельно. Вот такая вот замечательная папочка у меня лежит. Очень-очень удобно. Я как-то говорила, что в такой папке удобно, к примеру, хранить какие-то рукодельные мелочи. Но так как у меня очень много рукодельных процессов, вот в такой коробочке можно и хранить какие-то рукодельные процессы. Я хранила в ней два рукодельных процесса, а можно один какой-то большой рукодельный процесс в этой коробке хранить, потому что она идеально подходит для органайзера, потому что места вообще, мне кажется, места хватит. Давайте с вами посмотрим. Я вот сейчас одну секундочку... Ой, неоднократно я говорю о том, что надо выключать звук телефона, когда снимаю видео, но как бы здесь было очень важно не выключать звук, потому что папа мне должен был позвонить из больницы. Вот он в данный момент находится в больнице, вернее, не в больнице, это институт имени Федорова, те, кто живет в Москве, те в курсе. Это знаменитый институт Федорова, в котором делают операции на глазки. Так, ну так вот, значит, мне кажется, эта коробка идеально подходит для хранения какого-то одного процесса. У меня в такой коробке ранее хранился мой процессик, об этом будет уже попозже, может быть, я покажу, может, расскажу еще раз. Значит, я в такой коробочке хранила свою теплую осень от Риолиса. В этой коробочке она лежала все то время, когда я не вышивала. Единственное, конечно, то, что было немножечко неудобно, так как в органайзере было закреплено много иголочек, если сильно вот так вот нажимать, органайзер был как бы не очень удобный для этого процесса. Вот это китайский органайзер. Соответственно, иголки плохо сюда вставлялись, но не до конца в этот органайзер. Они немножечко здесь могли вылезти. Давайте смотреть, что я вам буду показывать. Ну, сейчас, конечно, я вам все вытащу, все покажу, и вы поймете, а что я хочу рассказать, показать. Так, у нас здесь сверху где-то сверху опять бесит. Так, ну давайте начнем, наверное, с самого первого финиша. Я уже показывала в Инстаграме, но, насколько я помню, если память меня, конечно, не изменяет, я это еще на Ютубе не показывала. Значит, это замечательный финиш, вот в такой вот миниатюрочке от фирмы Алиса, и называется эта работа «Желтый спорткар». Значит, 9 на 6 сантиметров. Вот что осталось от этого процесса. Естественно, не хватит, скорее всего, на отшив еще одного спорткара. Но мне так кажется, что хватит, не хватит, хватит, не хватит, это не имеет такого большого значения, потому что навряд ли буду вышивать. Вот столько ниточек. Вот у нас начтительный листочек со схемочкой. Схему я не зачеркивала. Насколько я помню, я опять-таки отсканировала и распечатывала. Как вы видите, у меня в комплектации осталась схемка. Ой, осталась... Схемка, господи. Осталась канва. Ну и здесь, наверное, инструкция какая-то. Конечно, инструкция, как вышивать и так далее. Смотрели, если мой инстаграм, то вы в курсе, почему осталась канва. Но если не смотрите мой инстаграм, я еще разочек напомню. Я, значит, решила отшивать эту замечательную машинку на пластиковой канве. Некоторое время назад я уже покупала еще один кусочек пластиковой канвы от фирмы Гамма, который мне очень понравилось. Я сначала в магазине Мир Вышивки купила вот одну пластиковую канву. Потом вроде как посмотрела, думаю, ну да, надо купить. И потом уже следующая покупка, когда у меня была только не в Мир Вышивки, а в магазине Улюсиль. Вот. Я купила еще один кусочек пластиковой канвы, ну так сказать, на будущее. Изначально предполагала начать вышивать какие-то вот бутылочки из барной коллекции. Тоже говорила об этом. Вот. Значит, смотрела, я смотрела на эту машинку, что-то меня переклинило и думаю, ой, да надо попробовать вышить. И, конечно же, сразу возникла такая мысль, ну, вышью я, и куда я дальше дену? Надо будет оформлять, это тоже фигня на самом деле. И подумала, ой, а возьму-ка-то я, вышью на пластиковый канвей, приклеит мне супруг магнитик. Желательно, конечно, приобрести фетр, но у меня как бы фетр есть, но он достаточно такой толстый, нужно купить фетр поменьше, ну, немножечко потоньше, его как-то пришить или приклеить, но все-таки, конечно, желательно пришить. Вот. И можно будет приклеить магнитик и получится такой вот, вы знаете, детский магнит на холодильник. Я думаю, Тимофею это очень понравилось бы. Конечно, он уже видел и, в принципе, он был доволен. Единственное, что у меня вчера супруг на этот будущий магнит приклеил маленький магнит, и сегодня Тимофа играл, играл, его оторвал. Так что магнитов в данный момент у меня нет. А если я супругу опять сегодня скажу, приклей магнит, он на меня посмотрит, ему уже надоело клеить эти магниты, потому что я постоянно к нему пристаю. Ну, приклей, 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 приклей. Вот. Значит, такая у меня была идея. Я считаю то, что справилась я на 100%, получилось классно, мне очень-очень нравится в данный момент. В данный момент и на следующий момент, и на следующий день, я думаю, мне будет нравиться все вообще точно так же. Есть у меня еще один, наверное, тоже красный спорткар. По-хорошему бы можно было бы вышить. Но что-то я его найти не могу, куда-то на самом деле этот наборчик я спрятала. Вот, смотрите, вот такая вот небольшая машинка, очень-очень маленького размера, потому что она вот такая вот малеписечка вообще просто, малисюсечка такая, малюсенькая-малюсенькая, но очень классная. Я, когда начала вышивать, вышивать немножко волновалась касаемо того, а как получится вышивка на пластиковую конве. Ну, вообще, в целом, я очень-очень довольна. Вышивать на пластиковую конве мне нравится. В тот момент, когда я стала вышивать, возникал маленький такой вопрос. Я говорила о том, что вышивала сначала я на пластиковую конве, мне вроде как бы так нравилось. Потом уже после того, как я стала вышивать на деревянной основе, у меня появились такие мысли, что ну, как бы так это... Наверное, на пластиковую будет вышиваться не очень. Хорошо, но после того, как я повышивала, наверное, первый вечерок, и дело вошло в свое русло, мой вышивальный процесс, я поняла, что ну, и ничего как бы страшного-то нет. И я, получается, сейчас и на пластиковый, и на деревянный вышивать могу с большим удовольствием. Но, конечно, на деревянной основе мне нравится как-то вот все-таки больше вышивать. Вот, мой первый финиш осени из серии тех магнитов, вернее, тех работ, которые не относятся к барной коллекции. Что же у нас о следующем, следующем моем финише? Завершила я несколько дней назад, и хотела бы вам сейчас показать. Ну, может быть, кто-то догадался, может быть, кто-нибудь нет. Недавно я показывала... Недавно я показывала свою волшебную страну, которую я приобрела, и... Вот. Что я начала вышивать? Это игрушечка, которая будет вешаться на новогоднюю елочку. У нас сейчас, конечно, осень, и как-то не в тему, наверное, да, я вышиваю? Но все равно, как бы, елку, конечно, придется наряжать, а может быть, даже и очень-очень скоро, когда мы наряжаем елку... Елку... Ну, где-то, наверное, в декабре, может быть, в середине. Вот, мы наряжаем елочку, и надо, чтобы игрушечки были уже готовы. Вот одна игрушка у меня готова. Осталась у меня еще одна игрушка от «Волшебной страны». Ну, вот пакетик. Можно его, в принципе, уже убрать, он не нужен. Покажу я вам еще разочек. Я в Инстаграме опять, говорю, показывала в сторис. Это небольшая такая коробочка. Балтийский берег. Паста из морепродуктов. Сливочная. Я что-то думала, свекровь привозил. Не, наверное, мой супруг все-таки покупал. Решила я взять такую вот маленькую баночку и сюда все положить. Очень-очень удобно. Но в следующий раз, когда я начну вышивать, у меня есть еще одна баночка, она такая прямоугольная. Лучше я в нее все положу. Потому что в нее и вышивка тоже влезет. Сто процентов. Вот здесь была намотана ниточка. Беленькая, которую надо было вышивать. А что у нас осталось по бисеру? Ну, вот что осталось по бисеру. А здесь, кстати, не по... И вот она ниточка Титан Стоп, который я вышивала почти что в самом конце. Потому что вот здесь, которые были намотаны, мне их не хватило. Самая главная поправка, о которой я хотела бы сказать. В следующий раз, когда я начну вышивать вторую новогоднюю игрушку, или когда буду кактус вышивать, ну, не имеет значения даже, чтобы я не стала вышивать, я не буду этой ниточкой вышивать. Потому что мне показалось то, что она по качеству, не то чтобы она плохая, нет. Мне кажется, она достаточно такая, знаете, тоненькая. И не очень хорошо фиксирует бисер. Мне показалось то, что вроде как вышиваешь и натягиваешь так, как надо. Не сильно, не слабо, ну, как вот среднячок, да, натяжки. И все равно как-то крепится бисер не очень хорошо. А когда я уже взяла нитку Титан 100 и стала этой ниткой вышивать, эта нитка чуть-чуть, совсем потолще, вышивала я двойной ниткой, вот. И мне понравилось больше. Так что, все, буду вышивать только этой ниточкой. Бисера всего хватило. Если, например, на пластиковый конве как бы вышивать эту игрушку, ну, мало ли, кто-нибудь попросит, допустим, там, схемку, можно будет показать, какой бисер используется в вышивке этой работы. Вот, или просто кто-то попросит подарить, например, там, знакомый, кто рядом живет, вышивающийся. Будет очень удобно. Вот в такой вот коробочке у меня все хранилось. Все очень, очень, очень здорово. Мне нравится, но, еще раз хочу сказать, надо другую коробочку, но она у меня появилась совсем недавно, и я вот ее только недавно помыла, а уже игрушка была вышита. Чуть-чуть побольше, прямоугольненькая, и то, что я вышивала, весь свой рукодельный процесс можно было бы поместить туда. И в данный момент я вам показываю. Вот так вот выглядит моя великолепная игрушка. Как бы положить, чтобы вам было получше видно. Нет, так тоже плохо видно, мне кажется, как-то. Давайте немножко приближусь. Голос что-то начинает садиться, блин. Вроде не простыла. Ну, это у меня уже тоже бывало. И простывало, и голос садился, вроде выздоровела, и опять что-то. Садится мой голосок. Да. Наступила осень, е-мое. То простуды, то голос садится, то еще что-нибудь. Дождь, скоро снег пойдет. Короче, будет такая вот херундистика. Лето закончилось. Отдельно скажу, отдельно-отдельно хотела бы сказать пару моментов, касаемых уже непосредственно прикрепления. Петра к задней стороне моей игрушки. Клея у меня не было. Был только вообще клеевой. Вот этот карандаш, что ли, как он называется. Тимофея в школу я покупала. Вот. И как-то вроде проблема оказалась. Но, с другой стороны, не такая большая проблема. Я вспомнила то, что у меня есть мононить, которой отлично можно пришивать бисеры, которые вообще не будет видно. И я взяла фетр. И вот здесь, по границам пришила этот замечательный фетр. Вообще никакой проблемы в пришивании не было. И самое главное, эту мононить совсем не видно. Еще. А вот здесь, к сожалению, я никак не могла зафиксировать, как-то пришить, да, вот эту вот штучку, на которой лошадка качается. И я взяла, хорошенько уже клеевым карандашом промазала и прикрепила фетр. Значит, немножечко прижала. И мне так кажется, что отклеиться ничего не должно. После того, как я уже сделала, я взяла зажигалочку. Вот здесь вот чуть-чуть, чуть-чуть совсем опалила. Зачем я это сделала? Я сделала для того, чтобы когда ты вот так смотришь, ну, ни в коем случае здесь не было видно каких-то вот просветов, что ли, неправильно сказать, даже, наверное, просветов, чтобы нигде не было видно вот этого белого фетра. Потому что вроде как закрепила-то хорошо, пришила хорошо. Но мало ли, где-нибудь совсем чуть-чуть, чуть-чуть выступал бы вот этот белый фетр. И где-нибудь, например, были маленькие такие кончики. Я делала узелочек, и маленькие кончики были от этой мононити. Я тоже взяла немножечко, подожгла, подпалила. И мне кажется, получилось очень-очень хорошо. Единственное, что надо придумать, на чем, вернее, будет висеть эта новогодняя игрушка. Я пока не знаю. Может быть, на ниточке, а может быть, на ленточке. Но это уже другой момент. К сожалению, в комплектации ничего такого не было. И вот все получилось. Получилось очень красиво. Мне безумно нравится. Я уже неоднократно говорила то, что мне приятно. Я в восторге от вышивки наборчиков вот этой всей красоты от фирмы «Волшебная страна». Значит, следующее, следующее, то, что мне желательно вышить, это еще одну новогоднюю игрушечку для елочки. У меня есть она тоже от «Волшебной страны». Есть у меня еще, значит, кактус, который я тоже хотела бы начать вышивать, но пока не знаю, когда. И еще на Пасху. Но это совсем попозже. Единственное, знаете, вот, я так говорю, ой, да надо попробовать вышить новогоднюю игрушку. Ты начнешь вот ее вышивать, да, я начинаю вышивать, и все. Все, я просто пропадаю. Я полностью затянута в этот процесс. И уделять время каким-то другим своим процессам очень-очень сложно. Так что, наверное, надо сделать маленький перерывчик. Хотя вот я сейчас так вам говорю, а может быть, все и, знаете, изменится. Я сейчас пойду, достану, положу в эту коробочку, все, открою, и вот, села и начала вышивать. Хотя это навряд ли, но все-таки. Вот они, два моих небольших финиша осени. И мне очень они нравятся. Я очень-очень довольна то, что я рада и довольна этим результатом. Прекрасные процессы, прекрасные финиши. То есть, что не радоваться? Надо радоваться вот этой красоте. Много у меня еще процессов, которые надо вышивать. Есть у меня еще парочку наборчиков, которые я хотела бы показать. Но я покажу это уже в видео о моей рукодельной неделе. Вот. Есть один процесс, которым я вернулась. Ну, как сказать, вернулась. Я вроде как возвращаюсь. Это второй процесс, которому я, кстати, вернулась. Напоминаю, первый процесс, которому я вернулась, это была моя японка. Которую в ближайшее время я благополучно отложила. Сами понимаете, почему. Оп. Оп. Вот такие финиши у меня осенью. Ну, вроде как, пора сворачиваться, пора идти кушать. И Опять кашляю. Вам большое спасибо, что были у меня в гостях. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, заходите ко мне. Еще раз на канал. Добавляйтесь, друзья, ВКонтакте, ВОДНОКЛАССНИКАХ. Подписывайтесь на мою страничку в Инстаграме. Смотрите мои сторис. И не только о рукоделе, а вообще обо всем, обо всем. Конечно же, конечно же, всем я желаю легкой рабочей недели, поменьше проблем, побольше радости и счастья. И самое главное, не болейте. И будьте обязательно любимы. Всех я вас целую. Всем хорошего настроения. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok